Как реализуются национальные проекты в регионах? Сегодня Дмитрий Медведев провел заседание Президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. На повестке дня международная кооперация и экспорт, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Именно эти 13 проекта вызывают определенные опасения в реализации. Новые технологии в управлении регионами. Разговор шел в формате видеоконференции. На связи все субъекты страны. И сразу же серьезное предупреждение от премьер-министра. Обратите внимание тех, кто отвечает за национальные проекты. Очевидно, что это важнейшее направление деятельности нашей страны, нашей с вами работы. И нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности. Есть риски недостижения показателей 2019 года по международной кооперации и экспорту. Причина на виду. Очевидно, что на работу в сфере международной кооперации и экспорта влияет и снижение цен на мировых рынках под основным экспортным неэнергетическим товаром из России на позиции, которые мы, собственно, считаем ключевыми. Надо поддержать малый и средний бизнес, отметил Дмитрий Медведев. Сохраняя юридический статус предприятия этой категории на два года, нужно сохранить и меры поддержки. Так бизнес сможет увереннее чувствовать себя при условных переворотах и переходим в новую весовую категорию. К реализации нацпроекта производительность труда и поддержка его занятости в этом году приступили больше регионов, чем планировалось – 36, вместо заявленных – 29. Чуваша с самого начала вошла в этот проект. Глава республики отметил, что повышение производительности труда является важнейшим условием прорывного экономического развития. Этот показатель напрямую влияет на рост конкурентоспособности предприятий, создание современных рабочих мест, а также позволит увеличить работникам зарплаты. На видеоконференции были обсуждены и другие вопросы, связанные с ключевыми векторами развития субъектов. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.